Тенеу Йорк Тимис, США, айфонный смерт на Мадре. Пенелопа Грин. Тенеу Йорк Тимис, США. 24 февраля 2020 года. Роберт Александр. Роберт Александр, умер в июне 2018 года в 51-летнем возрасте после операции на сердце. Его отвезли из больницы в медицинское учреждение, чтобы взять ткани и кости, которые он ему пожертвовал. Потом тело умершего перевезли на ферму его дяди в Хэнтон, штат Оклахома. Там собрались братья и сестры Александра, мать и другие родственники, чтобы похоронить его. Покойного положили на прочный обеденный стол, одев его в поношенные джинсы, бандану Харли Дэвидсон, футболку Афличтеон с длинными рукавами и черную кожаную жилетку с американским флагом. На стене сзади повесили покрывало с нарисованным на нем пылающим черепом. Механик Александр любил мотоциклы, хотя состояние здоровья и финансов не позволяло ему стать завзятым гонщиком. Когда умершего должным образом нарядили, чтобы он выглядел настоящим крутым парнем, как выразилась его сестра Таня Массер, Тауня Мусер, вокруг стола собрались все родственники, а зять Александра сделал семейный снимок на свой смартфон. «Мы не могли вспомнить, когда все так собирались вместе с мамой», — сказала 34-летняя Массер. «Поэтому мы решили все обсудить. Хочет ли мама фотографию со всеми семью детьми, и нет ли чего-то нездорового в том, что один из них мертв». В итоге они сделали несколько снимков. Все они потрясающе и красивые. Александр выглядит таким спокойным и величавым. Родственники разослали фотографии друг другу, но такие снимки не живут в социальных сетях, как и многие другие фотографии умерших. Однако сейчас, на стыке технологий и культуры, новых и старых привычек мы снова начинаем фотографировать наших умерших. Для таких семей, как у Александра, которые предпочитают домашние похороны, следуя давней традиции и избегая услуг похоронных бюро, фотографирование является продолжением и почитанием такой традиции. Члены семьи сидят с родственниками в хосписе или забирают их домой из больницы, заботясь о них до смерти и после. Они часто обмывают покойников, а потом одевают их в любимые одежды, украшают гроб цветами, кладут туда открытки, книги и другие памятные вещи. Они прощаются с умершими так, как это делали их предки, а еще эти люди фотографируют процесс на свои смартфоны. Можно умереть так, чтобы было красиво, сказала 64-летняя директор распорядитель на похоронах Эми Каннингем, Ами Чуннингам, которая специализируется на естественных обрядах, без бальзамирования и металлических гробов, а также помогает семьям, которые готовят умерших к погребению у себя дома. Фотография запечатлевает эмоции, сказала Каннингем, а поскольку сотовые телефоны есть у всех, мы будем снимать и записывать все события, чего раньше не делали. Смерть – одно из таких событий. Правда, когда в Фейсбуке фотографии с похорон втискивают между последними выходками Трампа и похожими на Гитлера котами, это неприятно. Также неприятно видеть эмотиконы, которыми сопровождают трагические события. Что вы выберете – рыдающий смайлик или просто нажмете лайк? Назад в прошлое когда Луиза Равкин, Лауиси Равкин, разместила в Фейсбуке фото своей матери рода в день ее смерти в 98-летнем возрасте, посадив у постели умершие ее золотистого ретривера, некоторым членам семьи и знакомым это не понравилось. 61-летняя Равкин преподает восточное единоборство в Окленде, штат Калифорния, а также пишет статьи, иногда для Нью-Йорк Таймс. Она рассказала, как вместе с друзьями вынесла Роду в сад, который ее мать очень любила. Они перенесли ее на доске для серфинга, позаимствовав ее у соседей. Соседские сыновья им помогали. Роду одели в синее платье в восточном стиле и украсили подсолнухами, розами и гладиолусами. Ее завернули в простыню, потом зажгли свечи и сидели спокойно и в саду, пока не стемнело. Это были чудесные фотографии, сделанные в магический час, как это время перед наступлением сумерек называют кинематографисты. И тем не менее, они шокируют. Я безумно любила маму, и ее смерть не выбила меня из колеи, рассказала Равкин, отметив, что Рода находилась в Хасписе более полугода. Я прошла через эпидемию спида. Я привыкла к смерти. Есть способы, чтобы сделать это событием полным смысла. И хотя я не религиозный человек, я верю в ритуалы, в их целительную силу и в их способность создавать атмосферу. По словам Равкин, фотография в Фейсбуке была своего рода некрологом, сообщением о смерти Роды. Я уверена, мама бы это не одобрила, и это немного расстраивает. Никакой ахинея, говорила она по поводу процесса похорон. У некоторых членов семьи реакция была неоднозначная. Мне кажется, то, что она сделала в саду, было прекрасно, сказала племянница Равкин 31-летняя Жди Питерсон. Ашли Питерсон. Но у меня такое ощущение, что из-за размещенных фотографий у людей может возникнуть чувство неловкости, а в памяти останется образ, который они не хотели бы видеть. Сьюзен Сантак, Сусен Сантак, написала, что в фотографировании есть своя этика. Она подсказывает, что нам позволено видеть, а что запрещено. В эпоху ТикТока эти правила изменились до неузнаваемости. Если мы больше знакомы со смертью неизвестных нам людей, с их гибелью, запечатленной фото-журналистами, то это из-за того, что смерть наших близких уже давно происходит на удалении от нас. Конечно, бывают и исключения. Скажем, страшные кадры, сделанные во время эпидемии СПИДа фотографом Терезой Фрар, Тереси Фрари, или картины, написанные художником Дэвидом Войнаровичем, Давид Войнаровичс. Портреты его друга и наставника Питера Худжара, Питеру Яр, похожи на иконы и кажутся каким-то таинством. В определенном смысле это удивительно, потому что за последние столетия или около того мы очень сильно оторвались от смерти, говорит Беослав Джой, Беослави, написавший в 2013 году книгу о возрождении фотографирования умерших дома покойца в снимках. Любопытная судьба знаменитых покойников, Реаста Инпе Чес, Тычу Ряус Фатесов и Маус Чарпсес. Лав Джой является членом Ордена Доброй Смерти. Эта организация в составе работников похоронной индустрии, художников и ученых выступает за необходимость переосмысления отношения к смерти в западной культуре и принятия ее как естественного процесса. «Мы возвращаемся к старому укладу и порядку», продолжает Лав Джой. Это возвращение в прошлое, начавшееся где-то в 70-е годы с движения назад к природе, с родовспоможения естественных родов. Движение естественной смерти – часть этой тенденции. И в этих фотографиях нет ничего неожиданного, потому что мы все время носим с собой смартфоны, и если не сделана фотография, как будто никакого события не было. Сегодня каждый из нас фотограф. Современная фотография родилась в 1839 году, когда Луи Даггер довел до совершенства процесс создания изображений, основанный на светочувствительности йодистого серебра. На протяжении десятилетий чаще всего новая технология использовалась для изготовления посмертных фотографий. Это было настоящее художественное произведение, сделанное профессиональным фотографом, члены семьи умершего во всевозможных позах. Умершие дети на коленях у родителей, часто с нарисованными открытыми глазами. Мертвые взрослые, одетые в лучшие свои одежды. И даже мертвые родители, держащие за руки своих живых детей. Иногда снимали целые семьи, умершие от холеры, тифа или дифтерии. Снимки делали, аккуратно уложив покойников бок о бок в постель. Это были драгоценные реликвии, и зачастую у человека снимали лишь раз в жизни, рассказал 81-летний чудаковатый офтальмолог Стэнли Бернс, Стэнли Бэборнс. Это ему принадлежит идея создания архива Бернса, как называют коллекцию посмертных и медицинских снимков, а также фотографии в других интригующих жанрах, хранящуюся в забитом до отказа Телнхаусе в Среднем Манхэттене. Фотографии из книг доктора Бернса под названием «Спящая красота» с Лиопинг Беауты, всего их три, одновременно жуткие и обворожительные. Доктор Бернс отмечает, что люди на снимках получились очень даже неплохо, потому что сгубившая их болезнь расправилась с ними очень быстро. Эти снимки стали вдохновляющим материалом для коллекционеров и любителей викторианской эпохи, таких как 48-летняя писательница и куратор Джоанна Эббенштейн, Яанна Эббенштейн, которая основала в Бруклине ныне закрытый уникальный музей патологической анатомии. Посмертные фотографии можно считать западной формой почитания предков, сказал Эббенштейн. Эта практика пошла на спад, когда люди начали чаще уходить из жизни в больничных условиях, а похороны были отданы на откуп бюро ритуальных услуг. Разговоры на эту тему стали табу, объяснила Эббенштейн. В 1910 году журнал «Лидис Хоум» сменил имидж зала, где американцы ставили гроб с телом покойного почти столетия, и назвал его «гостиной». Зарождавшаяся в то время индустрия похорону взяла слово «зал себе», добавив к нему прилагательное «похоронный». Но как сказал доктор Бернс, настоящий конец посмертной фотографии изысканным траурным ритуалом положила Первая мировая война. Смертей было так много, сказал он. Если оплакивать всех, можно было утратить боевой дух. А это не патриотично. Но сейчас люди возвращают эту традицию, продолжил доктор Бернс. Страсть к фотографированию сегодня такая же, какой она была у викторианцев. Люди хотят показать, что были сумершим до конца, что не заботились о нем, любили его. Это последняя связь, и это хочется как-то отразить. Смертограмм похоронной индустрии медленно развивается и эволюционирует. Если сначала были урны с прахом и красивые гробы, то сейчас появилась целая армия профессионалов, в основном женщин, с самыми разными титулами, учитель конца жизни, акушерка смерти и так далее. Они выставляют свою работу на показ в социальных сетях, зачастую с юмором и с фотографиями. Их посыл таков. Не бойтесь смерти, чувствуйте себя комфортно, она не страшная, и у нас есть фотографии в доказательстве этого. Они размещают снимки умерших в постелях, которых родственники готовят к погребению, а также в местах захоронения. Они сами показывают смерть, как это делает 41-летний мастер похоронных дел Мелисса Амфред. Мелисса Амфред, работающая в Астине, штат Техас. Женщина иногда сама ложится в мелкие могилы, украшенные цветами и дерном. Амфред, продающая на сайте отца футболки с надписью «Кремируем патриархальность», популярна в Твиттере и Инстаграме. Она одна из многих проповедниц движения позитивного отношения к смерти. 35-летняя Китлин Дути, Чайтлин Даукты, работает директором похоронного бюро и называет себя активисткой и смутьянкой похоронной индустрии. Недавно она представила посмертную фотосессию в викторианском стиле в музее «Купеческий дом» на Манхэттене, пригласив фотографа, делающего фотографии на металле, а потом разместила снимки на ютубе. Дути является основательницей Ордена Доброй Смерти и автором книги «Моя кошка съест мои глаза» Уилма Чати от Мэйбэлс, которая вышла из печати в сентябре прошлого года. У нее также есть книга «Дым разъедает глаза» и другие уроки из Крематория, Смоки Гетсон Яуре и Сантеатерли Сонс Фронт и Черематоры, и еще несколько произведений с залихватскими названиями, цель которых – сорвать покров таинственности со смерти. «Нельзя сказать, что никто никогда не снимает своих мам в гробу», – рассказала Дути. «У меня есть фотографии моих дедушек и бабушек, забальзамированных и лежащих в гробах, но изменилось отношение. Теперь оно такое, маму передаем в похоронное бюро, они там что-то делают за закрытыми дверями, а потом возвращают нам тело. Конечно, можно делать фотографии, но это как статуи в музее. Продукт чужого искусства. У меня такое ощущение, что я понимаю, почему таких фотографий и естественных тел становится все больше. Люди сами готовят покойников к погребению, делают это вместе и гордятся своей работой. Дути дает семьям советы и рекомендации о ритуалах и процедурах подготовки умершего, вроде того, как охладить тело пакетами с сухим льдом. Одна семья прислала мне фотографии в процессе работы, но не для того, чтобы спросить, получается ли у них, а чтобы показать, насколько это красиво. Люди боятся, что у них не получится, что покойник будет казаться каким-то незнакомым и неприятным. А когда у них все получается, они хотят это запечатлеть. Директор похоронного бюро из Бруклина Каннингем вспоминает, как несколько лет назад выступала в Албании и сказала, что не хотела бы, чтобы после смерти на нее смотрели родственники и друзья, потому что выглядеть она будет не лучшим образом. Она помнит, что один старик крикнул ей довольно резко и громко, ничего, переживешь. Улыбнувшись, я подумала, а ведь это замечательно, умереть раскованной, ничем не стесненной, не беспокоясь о своем внешнем виде. Портреты на память больные раком и прочими неизлечимыми заболеваниями давно уже делают снимки и видео, чтобы показать свои страдания и сделать видимым то, что считается недопустимым. Они размещают их в блогах, в Твиттере, а сейчас и в ТикТоке. Они просят делать это своих родственников и друзей, когда им самим становится уже трудно. Они раздвигают визуальные и эмоциональные границы далеко за пределы зоны комфорта. Как и в викторианскую эпоху, посмертные фотографии детей несут в себе глубокий эмоциональный смысл и имеют особое предназначение. Теперь я укладываю себя спать. Ну и Лайме Донте Слеп – это организация фотографов-волонтеров, которые делают на память портреты детей, часто на руках у родителей, чтобы помочь им пережить горе. Фотограф Оливер Уассоу, Оливер Уассоу, вспоминает, как прошлым летом одна знакомая прислала ему снимки своего сына, умершего от рака в 8-летнем возрасте. Она фотографировала, как ухудшается его здоровье, а потом – свое собственное горе. Смотреть на такие снимки было больно. Такие фотографии лайкать нельзя, сказал Уассоу. Но он понял, какую ценность они представляют для его знакомой. Некоторые люди, заметил он, видят разницу между аналоговой и цифровой фотографией. Для них цифровая фотография – это некая деятельность, а аналоговые снимки являются документами. А если добавить к этому социальные сети, то получается запись процесса, а не фиксация личности. Но цель остается без изменений. Что в 19 веке, что в 21-м, сказал Уассоу, это документирование перехода от физического тела к памяти. Есть более мягкие способы запечатлеть процесс умирания, чем портрет человека, лишившегося жизни. 40-летняя Лашина Уильямс, работающая в Ситле массажисткой и помощницей по завершению жизни, делает портреты своих умирающих клиентов с их разрешения, а потом отправляет их членам семьи, если они об этом попросят. Она фотографирует участок между большим и указательным пальцем, а также мозоли на руках человека. Морщины, говорит Уильямс, это вместилище воспоминаний и пережитого. Она может сделать снимок дряблой кожи на руке, или шрама, а иногда готовит коллажи, соединяя такие фотографии со снимками листьев или цветов. Это абстрактные и в то же время очень интимные фотографии. Однако эстетика и язык современной посмертной фотографии заключается не только в складках ткани и лепестках цветов. 42-летняя Моника Торрис, Манича Таис, работает десайрологом. Это человек, который делает прическу и макияж умершим, и бальзамировщиком в Фениксе, а также ведет весьма фривольный аккаунт в Твиттере. Ее специализация – это эмоциональная травма, и она традиционными методами делает покойников похожими на самих себя. «Я не могу создать позитивные и прочные воспоминания для родственников без химикатов и инструментов, которыми пользуюсь в работе», – сказала она. Родственники умерших часто просят ее сделать фотографии или сами собираются у гроба, чтобы сняться на память, – говорит Торрис. Склонная к просветительству, она также делает яркие и живые фотографии, размещая их на своем веб-сайте. Сейчас, когда движение позитивного отношения к смерти набрало обороты, – говорит Торрис, – семьи начинают проявлять интерес. О фотографиях горе и переживание являются мощным средством, помогающим принять смерть и отнестись к ней положительно. Мы хотим придать сил родственникам, рассказывая им о том, что мы делаем, и почему наше искусство так ценно. 37-летний косметолог и стилист из Шарлотты Бэм Труэс Дейл, Бэм Труэс Дали, готовит умерших к погребению 10 лет. Когда в 2016 году в 61-летнем возрасте скончалась его мать Синтия Каминкс, Чинтия Чуминкс, он тоже с ней работал. У него есть такая привычка – во время работы с покойником надевать ему наушники и включать церковную музыку, хотя сам он работает молча. Сделав матери прическу и макияж, он приколол ей к волосам белое перо и кружевную накидку со стразами, поправил платье, чулки, а потом поднял ее тело и осторожно уложил в гроб. Весь этот процесс он снимал на смартфон. Правда, когда Трус Дейл начал целовать ей лицо, как он часто делал, когда мать была жива, коллега забрал у него телефон и сам сделал эти снимки. После этого мужчина сбросил все фотографии на жесткий диск и посмотрел их только в последнюю неделю января. В тот день у меня появилось множество эмоций, рассказал он. Что-то подсказывало мне, я думаю, это была она, что я не храню память о ней, как она просила. Когда мать Трус Дейла была жива, она взяла с него слово, что он сделает так, чтобы все ее помнили. Мужчина сказал, я ходил взад-вперед и думал, надо это сделать или нет. Люди посчитают меня странным. Вечером Трус Дейл все же разместил фотографии своей умершей матери в Фейсбуке. На следующее утро он проснулся и увидел у себя в телефоне тысячи комментариев и уведомлений. Многие люди просили сделать пост общедоступным, и он это сделал. К концу дня его лайкнули 25 тысяч человек, а поделились постом 15 тысяч. Самыми распространенными среди 4 тысяч комментариев были слова о том, что Синтия Каминкс выглядит прекрасно, и что Трус Дейл все сделал замечательно. Незнакомые люди писали, как они сожалеют о том, что они поступили точно так же со своими умершими родственниками. Братья и сестры тоже поблагодарили его. Они не знали, хочется ли им смотреть эти фотографии, сказал он, но они их посмотрели. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.